День добрый, это «Парадокс» с Игорем Виттерем в эфире, как это ни странно, Игорь Виттер, телефон нашей студии 6510996, код города 495, либо на странице finam.fm, пишите нам. В гостях у меня депутат Госдумы Российской Федерации. Что еще более странно. Да, пока еще депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев. Здравствуйте, Илья. Добрый день, Илья. Обсуждать мы будем с вами последние скандалы, связанные с Осколковой, с вами, и последние заявления премьер-министра о необходимости очередной инновации и модернизации. Так запнулся, что я подумал, ты вспоминаешь имя премьер-министра. Нет, я пытался вспоминать, в какой момент он это заявил, в бытность президента, на днях он был премьер-министром. Так вот, Илья, я начну со своей конспирологической теории, что это как бы очередная разборка в верхах, такие условно-пролиберально-промедведевски настроенные круги терпят некое поражение от, как их там называют, силовиков или еще от кого-нибудь, и отчаянно пытаются что-то явить миру. Этим вызвано недавнее выступление Медведева, ну атаки на Осколково, которые, безусловно, на мой взгляд, имеют под собой самые полные основания. Я сейчас не буду обсуждать атаки на тебя, это мы отдельно на десерт обсудим. В общем, идет очередная разборка, потому что чудо, которое должны были явить государству с модернизацией, инновациями и явлением на территории, по крайней мере, Москвы и Нового Сингапура, оно, как мы поняли, не состоялось и вряд ли уже когда-нибудь состоится. Ну, собственно, поскольку Медведева больше ругать не за что, потому что он больше ничего не сделал, то приходится ругать Сколково. То есть это вот единственное объяснение, да? Ну, я считаю, на самом деле... А Сколково тоже не он делал? Ну, как бы в основном примедведевские люди, насколько я понимаю. Нет, ну так, это был его главный флаг в течение его президентства. Сколково — это то, с чем он ездил по миру, это был символ его инициатив в области модернизации, но ведь, по большому счету, все, что он сделал, это он сделал... Либерализация уголовного законодательства, которая практически полностью уже отыграна... Провалилась. Да, последними инициативами «Единой России» отыграна назад. Ряд инициатив в области либерализации предвыборного законодательства тоже все отыгрываются назад. Вся там прозападная риторика, риторика, связанная с открытостью страны, как мы видим сейчас, да, мягко говоря, отыграна назад. То есть она отыграна даже больше, чем это было, когда Путин только приходил к власти в 2000 году. То есть, по большому счету, осталось вот только это Сколково, единственный символ. Так осталось оно или нет? Ну, конечно. Символ ли это или нет? Нет, конечно, осталось. А что осталось? Что конкретно? Сколково сколько там? Три года? Четыре года? Три. Три года. Три года Сколково. Мы можем сказать, что вот за это время достигнуты такие, ну, как это модно говорить, KPI, да? Ведь всю эту историю с MIT ругают в основном не за то, что был заключен контракт, да? А за то, что как-то непонятно кому, непонятно сколько денег, а главное, померить это нечто тоже нельзя. Не, ну я могу все рассказать. Давай. Поскольку, насколько я помню, что MIT привел туда ты или... Да, совершенно верно. Ну, во-первых, да, Сколковскому проекту три года, а результаты, собственно, по плану должны были быть через восемь лет. Просто настолько спланирован цикл реализации проекта. При этом, собственно, запуск проекта ожидался через пять лет после начала. То есть предполагалось, что там кампус физический, в котором там появятся какие-то компании, университеты и так далее, первая очередь, причем, этих зданий, должны быть построены в 2014 году. Хотя я, кстати, считаю, что там, может быть, вообще ничего не надо было строить, потому что главное в Сколково не это. А что? Сколково вообще состоит из нескольких частей, как проект. Первое, это так называемое виртуальное Сколково, это налоговые льготы, преференции и всякие нематериальные виды поддержки инновационным компаниям. При этом, почему оно еще называется виртуальным, потому что, и это вот, я считаю, там, своей заслугой, горжусь этим, что мне удалось убедить руководство страны, что не надо это привязывать вот к территории непосредственно Сколково. В итоге в Сколково резидентами являются компании из моего Новосибирска, из Екатеринбурга, из Санкт-Петербурга, из, там, основной Москвы, из самых разных других мест. И резидентами Сколково сейчас являются, ну, вот, у вас будет Андрей Чернов, я думаю, там... Он Александр, во-первых. Александр, да, извиняюсь. Во-вторых, он будет по телефону, потому что, да, я с ним уже тоже вчера пытался обсудить, мне не очень удалось историю. Там последняя цифра, которую, я помню, по количеству резидентов, она была, там, 800 с чем-то компаний, сейчас это должна быть цифра уже за тысячу компаний. Ты знаешь, у меня вот цифрами количества резидентов, меня не запугаешь. Собрать некое количество компаний, которые формально подходят под то, что это IT-компания, дать им какие-то материальные или нематериальные блага, знаешь, это моя покойная бабушка, царствие небесное, называла дурацкое дело нехитрое. По другому, правда, поводу. Но, и ты, и я... Дурацкое дело, в данном случае, нехитрое, но полезное. Оно полезное, безусловно. Оно очень полезное, потому что иначе бы часть этих компаний была уже на Западе, и новые рабочие места бы открывала не в России, а на территории Белоруссии, где сейчас в основном IT-компании открываются. Отчасти согласен. Ну и бог бы с ними, потому что те... Нифига себе, я с этим не согласен. А я тебе объясню, по что я имею в виду, потому что я видел те компании, не все, естественно, которые становились резидентами с КОК. Что-то из этого действительно интересное, но деньги во избежание того, чтобы их совсем разворовали, давались либо компаниям уже с огромным опытом, типа Эбби, типа Базилевс и так далее, да, которые на этом не делали никаких прорывных, но просто, ну, ребята получили денег, поддержали компании. Как говорят в Израиле, Мазлтов, благое дело. Оба твоих примера, и Эбби, и Базилевс сделали прорывные технологии, которые бы без этих денег они бы не сделали. Значит, я тебя уверяю, что компании такого уровня, во-первых, нашли бы деньги, во-вторых, я не считаю это... Это мое личное мнение, опять-таки, да, оценочное. Ты знаешь, что сделала Эбби? Я видел распознавание вот этого... Не распознавание текста, а... Ты знаешь, о чем я говорю, просто забыл это слово, как это называется. Ну, давай, давай, ты же говоришь, что нет прорывных технологий. Что сделала Эбби на деньги с Колкова? Эбби на деньги с Колкова совместно с еще одной компанией сделал распознавание текста и его озвучивание, насколько я понимаю. Ну, хорошо, тогда поправь меня, я же не спорю. Эбби на деньги с Колкова делает проект понимания, машинного понимания текста. Поскольку этот проект очень математически тяжелый, то ни один из обычных венчурных фондов, коммерческих организаций, был не готов вкладывать деньги, если не перевести разработку в силиконовую долину. И, соответственно, выбор стоял очень просто. Либо Эбби переносит разработку вот конкретно этого направления в силиконовую долину. Это очень прорывная технология, потому что компьютер, естественно, не понимает текст. Он там... Любой поиск, например, он осуществляется по контексту. Я видел, что они вместе с базилевсом делают, потому что этот текст распознавался, передавался в мультике какому-то роботу и шабе. Это отдельный проект, тоже крайне интересный. Это способ облегченного 3D-моделирования. То есть сейчас это все рисуется вручную, то есть должны сидеть там... Чаще всего 3D делают корейцы, южные корейцы, там сидит несколько тысяч человек. А так бы это было автоматизировано. Рок этого процесса делается автоматизированный на основе того, что компьютер понимает сценарий. Давайте тогда чуть отмотаем назад, просто чтобы определиться с терминами. Помнишь, как президент Клинкен, когда его спросили, был ли у него секс с Моникой Левинсом? Давайте определимся с понятием секс. Вот давай определимся с понятием инноваций. Какова вообще была цель создания сколкового, создания инноваций в стране? Создать благоприятную почву для многих тысяч компаний, для появления в стране какой-то прорывной критической массы, высокотехнологических инновационных компаний? Либо какая-то другая цель? Задача была, чтобы прибавочная стоимость от инноваций, от новых технологий оставалась в России, а не уезжала вместе с людьми. Вот какая была задача. Там было заявлено еще несколько, например, возвращение мозгов. Нет, ну возвращение или не уезд, это часть одного и того же процесса. И понятно, что сначала надо остановить отток, потом можно надеяться на то, что будет приток. И, собственно, есть пример разных стран мира, которые решали аналогичные задачи. Для нас ближе всего Израиль в этом смысле. И мы знаем, что Израиль, например, несколько раз попытался неудачно решить эту задачу. Первый раз, когда они начали заниматься возвратом мозгов, ровно та же самая была история, возврат мозгов, высокие технологии. Прошло 10 лет неудачных попыток. После этого у них в очередной раз они поменяли руководство вот этим направлением деятельности. Взяли человека как раз из MIT. И после этого процесс начал развиваться. И протеревывалось все равно еще 10 лет, прежде чем, значит, ситуация стала стабильной. И народ поехал в Израиль работать. Сейчас мы знаем, что инновации в Израиле на высоте, особенно в той сфере, которая связана с медициной или с информационными технологиями. Там, в общем, все в порядке. И, к сожалению, большое количество наших соотечественников вместо того, чтобы работать в России... И создавать прибавочную стоимость в России, она создает прибавочную стоимость в Израиле. Согласен. Значит, можем ли мы сказать, что эти задачи были выполнены? И если нет, то почему? Сейчас мы вообще... На самом деле, да, меня вот этот информационный фонд, сколько украли или не украли в Сколково денег... Я, кстати, напомню радиослушателям, что это не первый скандал. Буквально там месяца еще не прошло, как всплыла история с... По-моему, там таможенные были махинации вокруг Сколково. Да, там таможенный брокер. Ну, это сейчас не имеет значения. Меня интересует скорее не то, кто сколько и почему украл или не украл, а были ли выполнены эти задачи. И можем ли мы спустя три года судить о том, что эти задачи были или не были выполнены? Значит, я могу сказать, что, естественно, за три года эти задачи выполнены не были, но их никто и не ставил, что они должны быть решены быть за три года. Если бы их так поставили, вы бы сразу сказали, что это невозможно, и никто бы этим проектом не занимался, чтобы потом украснеть. Ну, какие-то из них зеленые ростки, как любят говорить в белом доме. Да, совершенно верно. Но существуют промежуточные задачи, промежуточные KPIs, которые необходимо достичь. И вот эти промежуточные KPIs, часть перевыполнена, а часть недовыполнена. То есть, например, недовыполнено все то, что касается стройки. Но зато перевыполнено то, что касается компаний. Ну что ж, мы возвращаемся в студию. Напомню, у меня в гостях депутат Госдумы Илья Пономарев, и беседуем мы с ним об инновациях. Так чего ты говоришь, значит, по строительству было перевыполнено, невыполнено. Кстати, слава богу, потому что я считаю, что это чисто напрасная трата денег. А, кстати, объясни мне, пожалуйста, я уже запутался, где там государевые деньги, а где не государевые. То есть, там как-то не очень понятно вообще осуществление финансирования. Нет, деньги там исключительно государевые на данный момент времени. Это, ну, там, когда проект создавался, у меня было несколько разногласий, там, скажем, с государственными органами, да, относительно того, как его делать. Там самое главное было, конечно, выбор места. Я предлагал это делать в Новосибирске, там, где есть стартовая инфраструктура. И я пытался, значит, чтобы мы в большей степени опирались на опыт технопарков, которыми я рулил до прихода в Государственную Думу, и как раз на опыт новосибирского технопарка, потому что в Новосибирском технопарке сейчас большая часть денег не государственная, а частная. Слушай, ну вот, кстати, возвращаясь к нашему давнему спору, что, извини, сегодня мы так немножко сосхакиваем, технопарки-то, сама идея технопарка, ведь нельзя же признать ее удавшейся. Я уж не говорю о чудовищной коррупции, которая вокруг них была. Вот недалее, как вчера Володе Яблонскому в этой же студии рассказывал в эфире, что когда стали проверять московские, да, с приходом Сергея Семеновича, выяснилось, что, например, там, статус технопарка имеет ювелирный магазин на Тверской. И огромное количество людей использовали это исключительно в качестве игр с арендой. Это была огромная коррупционно-емкая схема. Опять-таки, она была замечательная схема для того, чтобы создать в стране некую, я не хотел бы говорить слово «унавоженную почву», но некую почву для инвестиций. Игорь, ты понимаешь, это вот так же, как в принципе слово «модернизация и инновация». Естественно, вокруг всего этого дела огромное количество всякой пены. Я помню, когда ездил по улице, там была реклама какого-то как раз магазина электроники под названием Технопарк. Но это не то, что является частью государственной инициативы Технопарков. Государственных Технопарков было восемь, которые государство вкладывало деньги. И в Москве не было ни одного. То, что делалось в Москве, это не государственная программа Технопарков, это то, что Лужков придумал для того, чтобы занять тех людей, которых он поувольнял из правительства Москвы. И вот им было в качестве отступных дана вот эта территория «играйтесь». И это было названо Технопарком. Это изначально не было Технопарком. Это действительно был коммерческий комплекс по недвижимости. Все, точка. И он сейчас такой и есть там, например, Нагатина. То, что мы делали, это была совершенно другая вещь. И то, что мы делали, все равно часть проектов была неуспешной. Например, запланировано было две точки в Московской области. Они были неуспешны, потому что тогдашнее правительство Московской области как раз вознамерилось украсть деньги. И я, будучи представителем государства, остановил эти проекты. Они просто никуда не пошли. Они не были деньги потрачены. Несколько инициатив. Были такие, что называется, полуудачные. В том плане, что там стройка какая-то была начата. Она была начата гораздо медленнее и очень непоследовательнее. Например, там пример Нижнего Новгорода, который сильно отстает от того плана, который был. А были примеры, наоборот, очень удачные. Например, Новосибирский технопарк. Это просто образец того, как это могло быть сделано. Потому что мы изначально сказали, мы даем государственные деньги, но мы хотим, чтобы потом там появился частный бизнес, который, собственно, его появление там и показывает, нужно это или не нужно. И так оно все и произошло. Государственные деньги подожгли этот процесс. Он начался. Пришли частные инвесторы. Сами инноваторы начали скидываться. Там сейчас 180 компаний, которые работают. У этих компаний больше миллиарда долларов оборот. Но 180 компаний, извини, не так много. Это стартапы. Почему тогда мы о них ничего не знаем? Вот мне интересно, почему отсутствует информация? Ведь эту же историю можно было раздуть. Там 180 удачных стартапов. Во-первых, потому что российские журналисты не очень этим интересуются, потому что это не является частью ежедневной жизни людей. Да ладно. Ну да. Но я вот интересуюсь, я вообще-то про это ничего не знаю. Ну хорошо, я тебе расскажу потом, что происходит. А что потом, сейчас рассказывай. Могу сейчас, могу сейчас рассказывать. Мне просто интересно вообще... Большинство, например, банков России сейчас работает на финансовых системах, которые делаются у нас в Новосибирске. Компания «Идеасофт». И считается в международном банковском сообществе, что финансовые системы российские самые продвинутые, потому что у нас гораздо больше возможностей в нашей банковской сфере. Мы ее там строили с нуля, она гораздо более гибкая, по сравнению, например, с американской банковской системой, наша финансовая инфраструктура передовая. Это делалось в Новосибирске. Компания, которая является мировым лидером с точки зрения облачных вычислений, компания «Параллелс». Она родилась из группы, которая работает в Новосибирске. Ты мне опять рассказываешь исключения, подтверждающие правила «Эйби», «Параллелс», еще 3-4-5 компаний. Ты можешь сказать, вся такая история, вся история с инновациями состоит из исключений, потому что, ты знаешь, гуглов тоже не 100 тысяч, да? Нет, извини, пожалуйста. Это одна компания, это тоже исключение. Согласен, но помимо гуглов существовало огромное количество компаний помельче, которые существуют, да? Они умирают, правда, сотнями. Мы это видели в 99-м году при крахе NASDAQ, в 99-2000 год. Мы видели преследующий кризис. Но тем не менее, если мы сейчас сравним структуру, допустим, даже не Соединенными Штатами, народу занятых в IT, допустим, отрасли, или высокотехнологичных проектов, создающих там прибавочную стоимость, то цифры будут несопоставимы, инвестиции несопоставимы, цифры несопоставимы, заработки несопоставимы, выход весь несопоставимый. Да ты абсолютно прав, но это же, ты критикуешь сейчас нас как... Я не критикую нас кого, я не критикую тебя. Я пытаюсь понять, почему в стране не заработают... Ты, в частности, заставляешь меня отчитываться за все государство. У нас, конечно, среда кислотная по отношению к инновациям в стране. У нас экономики, инновации не востребованы. Крупные корпорации не потребляют инновации, а если потребляют, то они потребляют западные инновации. А принуждение к инновациям, ведь, в принципе, произошел какой-то момент, который называется принуждение к инновациям. Это все туфта и пиар. Невозможно сделать принуждение к инновациям, если нет фундаментальной экономической причины, по которой эти инновации внедрять. Например? Ну, вот... Вот что может заставить тот же... Как ты знаешь, я в своей карьере сочетал все время две стороны. Вот это вот инновационная, там, айтишная среда и нефтяная. Я работал в ЮКОСе как раз по новым технологиям. До того работал в Шленберже, крупнейшая нефтечерная. Шленберже. Ну, ладно, по-разному говорить, потому что это французская компания, поэтому такой юбская. Тем более, Шленберже вызывает какие-то негативные у меня коннотации. Вот, значит, тем не менее, вот нефтянка российская была в 90-е годы самой инновационной отраслью российской экономики. Потому что частные владельцы нефтяных компаний с удовольствием применяли новые технологии в области нефтедобычи. Другое дело, что они применяли только западные технологии. Они не верили в российские технологии, потому что им в конечном итоге нужно было продавать свои акции на западных биржах. Там никто не знал, что такое томские пенели. Какая прибавочная стоимость создавала бы внедрение конкретного? Ну, прибеди пример. Я не знаю, что конкретно инновационного внедрялось в ЮКОСе, что позволило прибавочную стоимость. Если и так было... Ну, вот как раз ЮКОС — это лучший пример. ЮКОС с моим активным участием заключил в 98-м году стратегический альянс со Шлюмберже, собственно, в рамках которого я перешел из Шлюмберже в ЮКОС. Перешла большая команда, которая занималась разработкой месторождений. Через год акции компании ЮКОС поперли резко вверх. И через еще год это стало самое компетализированное, самое динамичное с точки зрения рынка акций компании России. А в 98-м году это была компания, которая была ниже мусорного рейтинга с точки зрения акций. Там все говорили, что эта компания обанкротится, у нее нет никакой перспективы. Ну, и почему же за ЮКОСом не последовали в этом смысле другие компании? Где там? Русал, например, тот же самый. Может, я не знаю, что ты мне расскажи? На самом деле очень многие компании последовали. И просто существуют разные руководители этих компаний. У них есть разные приоритеты. Например, компания «Северсталь» Мордашова активно использует новые технологии в своей работе. Или там «Магнитка» Рашникова активно использует новые технологии. Кстати, «Магнитка» очень сильно заинтересована как раз в пресловутых нанотехнологиях, если их понимать не как «Разводилова», который очень часто у нас звучит по телевизору, а если понимать, как там нано-порошки, которые используются... «Разводилова» по телевизору, это наше... Не буду говорить. Не будем называть фамилии и имена, да. Но тем не менее, да. Вот, короче, Рашников, да, стоял, кстати, у истоков в этом смысле. «Роснана» еще тогда, когда она задумалась там к Вальчукам, да, потому что он понимал, зачем ему нужна нано-продукция. В итоге они как раз там, и у них есть несколько стартапов, которые они прикармливают в «Магнитке», и они применяют эти технологии при выплавке стали. То есть там, где руководство компаний связывает себя с Россией, и которые считают, что они там всерьез и надолго на этих предприятиях, они замечательно используют инновации. Но если государство дает... Ты сам говоришь, что государевые деньги. Я сейчас не про частные компании. Если государство дает деньги, государство должно понимать, что, во-первых, нужна критическая масса, прорывная, а, во-вторых, всячески поощряют внедление инноваций в государственных сферах, в частности, я не знаю, в социальных сферах, да, в здравоохранении, все говорили о том, где будет, в основном, где у России есть возможность сделать громадный шаг вперед. Помнишь, сколько мы об этом говорили несколько лет назад? Биотек говорили. Мы можем прорваться на стыке биологии, медицины, высоких технологий. А видел я три-четыре, наверное, проекта, которые действительно могли считаться прорывными. Во всем остальном я не вижу, зачем государство давало деньги, зачем государство пыталось... Опять-таки, не хочу удобрять, хоть что-то наваживать нехорошее слово, удобрять эту почву. Не произошло. А если посмотреть, ну, например, на госуслуги, да, то становится понятно, каким образом это делается. Опять-таки, дословно повторю то, что вчера говорил здесь Владимир Уиблонский, когда мы с ним беседовали. Не знаю, согласишься ты со мной или нет, но возникает... Потому что очень нужно, на мой взгляд, воровать с... Если уж воровать, то с прибыли, а не с убытков, да? А тут берется не пойми чего. На оставшиеся вот, когда остаются уже какие-то деньги, остальные распилены, добро бы нанимали людей какую-нибудь хорошую команду, которая могла бы за остатки денег сделать. Игорь, ты абсолютно прав, но ты, извините, сейчас просто говоришь такие достаточно, с одной стороны, очевидные, с другой стороны, очень популистские вещи. А почему популистские? Ну, потому что там будут деньги распилены или не будут они распилены, очень сильно зависят от конкретных людей, которые занимаются процессом. Нет. Да. Нет, потому что должна быть создана структура, которая... Игорь, потому что вот люди, которые реально занимаются инновациями в стране, они знают, что вот есть у нас несколько институтов развития. Одно там российская венчурная компания, другое Роснано, третье Сколково. И они знают, в каком из этих проектов есть колоссальные объемы воровства, а в каком из этих проектов воровства нет вообще. Хотя они по жизни, ну, как бы одинаковые. Но, тем не менее, вот, например, стоит Игорь Гомерзян во главе проекта РВК, который является выходцем из этой отрасли. И там воровства нет. Идеалистически настроено, там нет воровства. Более того, да. Я не хочу, конечно, заниматься рекламой РВК сейчас, но я действительно знаю, потому что у меня в РВК много друзей, я вижу, как они адски работают. Они действительно впахивают с утра до ночи. Хотя при всем при этом у Игоря есть огромное количество ограничений, связанных с бюджетными правилами, например, и так далее, из которых он не может маневрировать. После выпуска новостей, буквально через несколько секунд. Ну что ж, продолжим нашу беседу. Напомню, что в студии у меня Илья Пономарев. Это парадокс с Игорем Виталем 6510996, код города 495. Мы с тобой говорим о том, что есть разные институты развития. Но система, которая позволяла бы создать, опять-таки, прорывную массу и при этом не создавать коррупционно емкие схемы, такую систему создать не удалось. Потому что если посмотреть, кто трется вокруг этих институтов развития, ну, в общем, персонажи известны, направления понятны, объемы тоже достаточно известны. И ничего. Еще раз, давай всех под одну гребенку. Мы не говорим о том, что персонажи разные и проекты разные. Вообще, при мне говорить о гребенке, в доме повешенного не говорят о веревке, а в доме лысых не говорят о гребенке. Ничего, я к тебе тоже приближаюсь стремительно. Нет, смотри, все опять, все зависит от людей. В этих проектах разные люди. Проблема, она, ты правильно говоришь, она находится гораздо более глубоко. Во всех странах мира, где создавались инновационные системы, государство играло принципиально первую скрипку. И силиконовая долина возникла из государственных контрактов, военных контрактов на полупроводники. Бостонский инновационный кластер тоже возник из этого. Израиль — государство, Тайвань — государство, Индия — государство, Корея — государство, Сингапур — государство, Токио — государство. То есть все, без исключения успешные инновационные экосистемы, были построены государству. Проблема в том, что государство должно для начала понять, зачем ему это нужно. У нас сейчас есть абстрактное, ну давайте как-то уходить от сырьевой зависимости. А кто будет уходить от сырьевой зависимости, если сырьевая зависимость дает деньги? Сейчас, извини, я тебя перебью, с нами на связи вице-президент фонда Сколкова по внешним коммуникациям и рекламе Александр Чернов по телефону. Я как раз хотел бы с ним обсудить все-таки скандальную часть, с которой мы с тобой начали. Александр, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Александр, объясните мне, пожалуйста, вот мы с сырьевой сегодня Пономаревым, который находится сейчас в студии, начали об этом говорить. Вам не кажется, что на Сколково сейчас идет какая-то атака? И если да, то с чем она связана? Я мельком услышал про повешенную и про комнату. Надеюсь, что это не в наш адрес. Нет, это было про меня, потому что Илья тут мне гребенку советовал, а я ему говорил, что при высокой гребенке, как в доме повешенных. Вы знаете, очень легко, и мне, как специалисту по информации, легко сослаться на некий наезд, сказать, что вы знаете, при передаче власти от президента Медведева президенту Путину, где-то выплеснули ребенка под названием Сколково, и мы теперь мучаемся, и все это, и стали мы лишними. Но это такой, не самый профессиональный путь. Во-первых, надо посмотреть на себя, мы нормально о себе рассказываем, мы убедительно про себя вообще размышляем и доносим информацию. Ответ, безусловно, нет, безусловно, недостаточно. Почему? Да потому что мы никогда этим не занимались. Мы не умели делать инновационные центры, мы никогда не запускали Сколковские долины. Все специалисты, которые набраны в фонд по всем направлениям, это люди из других отраслей, с другим бидграундом, с другой профессиональной составляющей. Это первое. Во-вторых, если, знаете, то, что вы назвали наездами, посмотреть чуть повнимательнее, то это такой, знаете, серьезный, очень претенциозный, но общественный запрос на информацию о том, а нафига нас создали. Мы платим за этот центр. Зачем? С какой целью? Куда мы придем? Вы там дальше с Ильей обсуждали эту тему, да? И на этот вопрос надо нормально отвечать. К сожалению, нам чуть-чуть не хватает времени. Если кто-то сейчас приедет в Сколков, где я стою, он увидит здоровую, разрытую площадку. И люди сюда приезжают, и блогеры приезжали к нам из разных виртуальных площадок. Говорят, там ничего нет, там зарыты деньги, там идет пилеж. А я знаю, что если они приедут сюда через 4-5 месяцев, то они небо не увидят из-за подъемных кранов. Просто у любой стройки есть твой производственный цикл. Александр, вы просите, я вас перебью. Вот как раз основной, наверное, момент спора между мной и Ильей, он же заключается не в том, там пилят деньги, не пилят. Меня даже это, честно говоря, не очень интересует. Меня интересует другое, да? Это, кстати, относится и к скандалу, связанному с МАТ, и со стройкой. А нафига, как несколько раз тут повторил господин Пономарев? Это еще Госдума не запретила это слово для эфира, поэтому я его повторяю. Ведь вполне возможно, что можно было не строить или строить за другие деньги. В МАТ платить другие деньги или не платить, потому что технологии мы все равно, скорее, все равно не получим. Речь не идет о... Сейчас постараюсь подобрать более точное, наверное, слово. Речь не идет о коррупционных схемах. Речь идет о, возможно, недостаточно умном инвестировании денег и расходовании. Давайте попробуем. Попробую сформулировать. Я как раз про коррупцию не хотел говорить. Наверное, мы на каком-то этапе будем испытывать на себе все пережитки этой составляющей нашего общества. Ну что тут делаешь, да? Большая организация. Все может случиться. Что касается скандала с МАТ. Я не знаю, откидывал, нарисовался этот скандал. Если чушь луху отбросить, выбран лучший в мире предпринимательский университет. С ним заключено соглашение о создании Сколтеха, который является по решению правительства ключевым элементом инвестиционного центра. И что этот Сколтеха и МАТ в результате дал России как стране, которая пытается продвинуться нацию? Тут Пономарев делает жест руками, он готов рассказать. Но я хочу сначала от вас услышать. По каким КПА это можно померить? Хоть я и ненавижу слово. Как мы измеряем? Вот мы дали определенную сумму, вы дали определенную сумму МАТ. А возврат этой суммы в чем заключается? В деньгах? В технологии? Ну, в прошедшем времени здесь неуместен. Ну, хорошо. Он пока ничего не дал. Проект на самом стартовом этапе. Университет только формируется. Вот вчера было подписано в рамках визита президента Путина в Голландии соглашение о создании центра инновации и образования. Сколтех с Гронингенским университетом и с нашим институтом генетики. Таких будет 15. Знаете, я бы ответил так. Этот Сколтех даст нам Филов Джобсов, а может быть Биллов Гейтсов. В каком конкретном количестве, не знаю. Но пока других университетов, которые производят таких людей, у нас немного, если вообще есть. Если какой-то имеет такой потенциал, то я рассчитываю, что это тот университет, созданием которого я в меру своих сил занимаюсь. Просто времени на это надо много. Но нам никогда не хватало терпения. А это стоит дорого, потому что лучший университет, который занимается разработкой программы системы обучения для нашего Сколтехни, это дорогой университет. А кто определяет действительно размер инвестиций, которые должны быть инвестированы, куда они должны быть инвестированы, почему именно туда, почему именно им IT? Есть форсайты Сколково, которые определили основные отрасли и направляющие. Они редуплицируются в рамках Сколтехо. Лаборатории создаются там и факультеты именно по этим отраслям. По IT, по энергоэффективности, биомеду, космосу, ядерному. И дополнительные там будут. Это что говорит, что, если мы говорим о направлениях, они заданы постановлением правительства. Здесь большого маневра нет. И мы в рамках этого постановления реализуем этот университет. Спасибо большое. Напомню, на связи с нами был вице-президент фонда Сколкова по внешним коммуникациям и рекламе Александр Чернов. Надеюсь, что мы с ним еще побеседуем. Гляд, и такие жесты делал руками. И, кстати, единственное замечание. Я бы по результатам визита Путина в Германию создал бы институт инновационный для протезирования груди. Потому что группе фемин уже просто не хватает, по-моему. Надо как-то активнее подключать. И что, у нас это естественным путем в России производится. Вот это вот биотек для фемина. Нет, я показывал руками. Я бы хотел побольше прокомментировать. Я бы хотел показать чем-нибудь другим, но пришлось показывать руками. Мальчик жестами показал, что его зовут Хурио. Как помнишь, был Ильфа Петрова. Итак, возвращаясь к МАЙТИ. Значит, вот этот вот скандал. Я не знаю, на самом деле, почему Сколкова не объясняет, на что идут деньги и каким именно образом. Ну, так, как Александр объяснил, не умеем пока, что времени не хватает. Ну, то есть Александр-то умеет, он грамотный человек. Значит, соглашение с МАЙТИ подразумевает, что в России, подчеркиваю, в России, будет создан новый университет. Вот в то время, когда у нас идут всякие эти процессы с Министерством образования, которое пытается дореформировать до плинтуса российскую систему образования и борется с Академией наук, мы с самого начала сказали, давайте мы не будем ничего разрушать и ничего реформировать. Давайте мы создадим что-нибудь новое, что могло бы сотрудничать. И если не нужна какая-то реформа, то эта реформа произойдет через сотрудничество. И я как раз, собственно, в том числе за это мне были заплачены деньги. Я взял профессоров МАЙТИ, ректора МАЙТИ. Мы проехали по всей России. Я их познакомил со всеми выдающимися учеными, которые работают на территории России в их лабораториях, непосредственно в их университете. Да я помню, да. Они были в Новосибирске, в Томске, в Питере, во многих других местах. И вот этот вот университет, это будет продукт совместного творчества. Мы не платим ничего МАЙТИ, вот это надо понимать. Мы там заплатили сравнительно маленькие деньги, которые используются просто на все вот эти вот поездки, то есть на накладные расходы. А вот эти вот огромные деньги, про которые идет речь, там, 300 миллионов долларов, они вкладываются вот в этот вот общий университет. Который из коллтех. Который из коллтех. Просто мы сказали, что будет прогарантировано какое-то количество исследований, которые мы проведем именно совместно с МАЙТИ. Потому что зачем это надо МАЙТИ, вся эта история? Им интересно развивать российскую науку? Нет, им не интересно развивать российскую науку. Да вот я про это и говорю. Им интересно просто развивать науку. Ты помнишь историю Сбербанка и Опеля, который там хотел купить Опеля, чтобы купить технологии? В результате нам, как всегда, показали... Конечно, и правильно, потому что мы дураки, мы пытаемся что-то покупать, нам никто не хочет это продавать, потому что знание и технологии в современном мире это главная ценность, никто этого делать не будет. Так ты сам себе сейчас противоречишь. Сейчас, дай-то сказать. Значит, когда мы вели эти переговоры с МАЙТИ, там кто-то сказал такую очень циничную фразу. Всех, кого можно было украсть, мы уже украли из России. Они все уже к нам переехали. Остался один по наморю. Теперь для того, чтобы что-то делать дальше, необходимо делать что-то совместное на территории России. И они хотят приехать сюда со своими профессорами и делать здесь, на нашей территории, совместные лаборатории, которые бы производили новые технологии, в которых бы создавались компании, которые бы были здесь в России. И мы действительно привлекли мирового лидера в области новых технологий, мирового лидера в области образования. Причем такого, который совместим с российской инновационной средой. Потому что, когда создавался МАЙТИ, он создавался по образцу Бауманского университета. Там есть даже такая табличка висит в Бауманском университете, как первый ректор МАЙТИ благодарит Бауманский университет за предоставленную методологию создания, значит... А также имя Николая Эрнестовича Баумана. И тогда, когда входишь... Почему, кстати, Бауманский университет один из учредителей Сколково, ровно по этой самой причине. Когда входишь на кампус МАЙТИ, вот в главное там старое здание МАЙТИ, ты чувствуешь себя как вот в этом российском старом инженерном вузе. Там такая же атмосфера, в лучшие времена. Я заканчивал тоже российскую, соответственно, образовательную систему, а не западную. Я прям чувствую, это наш дух. Это совсем другой дух, чем, скажем, в Стэнфорде, в Калифорнии и так далее. Я не могу сказать, что я вижу в этом много хорошего, но... Это очень хорошее, потому что они сохранили то, что мы сами потеряли. Мы это возвращаем сейчас назад. И мы тратим деньги на территории страны, а не на территории Соединенных Штатов. Вот что самое главное. А почему тогда появляются вот эти статьи? Это неграмотность журналистов? Нет, потому что... Это наезд. Потому что это наезд. Я могу объяснить, что этот наезд, он идет с разных сторон. Потому что с самого начала Академия наук считает, что это может быть конкуренция. Мы смогли погасить стартовые возражения Академии наук. Как раз приглашен был Жарис Иванович Алфера в качестве главы научного совета Сколково. И он, соответственно, активно участвует в том, что сейчас происходит с Сколково. Мы с ним советовались относительно архитектуры этого самого университета. Были возражения со стороны российских вузов, потому что они тоже боятся конкуренции. Потому что приходит, создается новое классное учебное заведение, которое еще и приходит и достаточно серьезно профинансировано в хорошем кампусе. И там еще создается инновационная среда. Конечно, это тоже вызывает большие опасения. То есть это наезд конкурентов? Конечно. А вот, кстати, последние наезды на тебя связаны с тем, что какие-то непомерные лекции за деньги получаешь. Это тоже наезд конкурентов, только политических. Ну, просто я говорю о том, что такие люди, как отдельные представители фракции ЛДПР, позорят российские научные степени, а они мне дают ответку. Ну что ж, продолжим вместе с депутатом Ильей Пономаревым разбираться в этих тонкостях. Как раз мы заговорили о наездах на Илью. Так, Илья, я просто хотел бы поправиться. Я понимаю, что на тебя наезжает, например, ЛДПР. А на Сколково конкуренты? Что не отменяет факт? Есть на что наезжать. Понимаешь? Ну, например, мне тоже кажется, я там не помню точную сумму, которую на тебя наехали за лекцию, которую тебе заплатили. Мне тоже эта сумма кажется непомерной. Ну, это же, прости меня, да, там, не хочу тебя обидеть, мне это начинает напоминать, помнишь, старые коховские и немцовские разборки с книжками? Там, кто написал книжку, за которую получил какой-то непомерный гонорар? Ну, то есть, да, формально книжка написана, гонорар получен. Только гонорар несколько не соответствует реалиям. Дальше начинают возникать вопросы. Ну, во-первых, ты сравни, пожалуйста, полученные деньги и объем сделанных работы. Я же не наезжаю на тебя, я же не ЛДПР, я спрашиваю. Абсолютно, там же не только лекции, там совершенно конкретные материалы, которые разрабатывались, аналитические материалы. Там была сделана рабочая группа, там, мирового масштаба с нобелевскими лауреатами, которые работали и писали вот концепцию инновационной экосистемы. Она представлялась там в этом самом Ярославле. Это большая и работа, которая, если бы была заказана консалтинговой компанией, она бы обошлась в нашей стране. Там суммы, там, 10 миллионов долларов за примерно такую работу бы заплатили. Это рыночная цена. Ну, конечно, а мы сделали существенно дешевле. Именно потому, что это вот, я это делал, я нахожусь внутри страны. И, соответственно, у меня те чувства, которые вызывают сколковое, это я искренне хотел, чтобы этот проект работал на наших инноваторов. Я приложил все усилия, чтобы это был не московский проект, а вообще российский проект. Тут я так же, как товарищ Чернов, у тебя хотел бы спросить, почему в прошлом времени, почему хотел? Потому что этот контракт закончен, и, соответственно, моя работа со Сколковой закончена. Я бы с удовольствием ее продолжал бы. И дальше я просто понимаю, что моя политическая активность как раз может спровоцировать дополнительные претензии к Сколковой. Поэтому, когда пошла вот эта вся история с митингами, с движением, как раз я не стал пытаться каким-то образом в этом проекте продолжать играть активную роль. Не подумай, что я тебя хочу сбить с темы митингов, хотя она мне не особо интересна сейчас. Я бы с удовольствием с тобой в отдельной передаче поговорил, как вы умудрились слить протест. Меня интересует все-таки, почему, можно ли говорить, что все-таки инновационная среда в стране, к сожалению, не была создана, массового прорыва не случилось, либо об этом говорить пока рано. Ну, массового прорыва не случилось, и с такой политикой, которая сейчас происходит в стране, я могу сказать, не случится. А если отделиться от политики, взять экономическую часть? А это в данном случае неотделимая вещь, потому что главный фактор развития инновационной среды это комфортность жизни человека. Вот если человеку, этому самому инноватору, предпринимателю комфортно, а эта комфортность, она складывается из очень многих вещей. Это складывается из того, какая у него семья, в каком доме он живет, в какую поликлинику он ходит, по каким дорогам он ездит, какие вокруг него полицейские, что он думает про, собственно, политическую составляющую своей жизни, это все влияет. Экономика это одно из, очень важное, но не исключительно. Давай я не буду тебе приводить избитых примеров, например, с Южной Кореи, которая при тоталитарном режиме, злых полицейских, мафиозных чаболях и так далее, вполне себе совершила, наверное, один из самых серьезных рывков. Я полностью с тобой согласен. Я, как ты знаешь, специалист по Южной Корее, сопредседатель Российско-Корейского делового совета. Нет, я этого как раз не знал. Я очень много работаю с Южной Кореей, постоянно туда езжу, у меня сын учит корейский язык, и я очень хорошо знаю, что происходит в этой стране. Когда создавалась именно экономическая среда в Южной Корее, во главе стоял генерал Пак, у которого репутация была примерно как у Юсифа Виссарионовича. То есть жесткий авторитарный лидер. Я в курсе, Илья. Я рассказываю уже, не все же в курсе, да. Он жесткий авторитарный лидер, который все это строил, но вот когда он умер, погиб, про него сказали так же, как про Сталина, что у него была там одна шинель, да, то есть у Пака был один костюм. То есть это человек, который выстраивал эти чеболи в качестве частногосударственных рук государства, но никто его никогда не мог обвинить в том, что он крысятничает, то, что он работает не на интересы Южной Кореи. И поэтому те люди, которые участвовали в строительстве экономической среды в Южной Корее, всегда знали и верили в то, что они создают вещь, нужную для страны. Так же, как в Советском Союзе, при всем, мягко говоря, несовершенстве политической системы, люди, которые работали, верили, что они строят великую державу. Трагедия России современной в том, что никто не верит, что нынешняя власть работает в интересах великой державы. Все верят в то, что они работают в интересах своих собственных карманов. И пока... А дело даже не в этом. У нас никто и не хочет, сами люди. Люди, выходящие с тобой на улицу, выходившие с тобой на улицу, они тоже отнюдь не собирали строить великую державу. Этим людям абсолютно по барабану идею великой России. Игорь, на улицу выходят тоже разные люди. Для большинства. Есть одно настроение в Москве, есть совершенно другое настроение в регионах. Безусловно, к сожалению, идея великой России и труда на благо великой России, и инновации на благо великой России, она, к сожалению, была... Вот я тебе могу сказать, что в среде инноваторов, те из них, которые до сих пор не уехали, идеи патриотические в этой среде достаточно сильны. Потому что, за меня извиняй, вот я как человек, который вышел из этого самого бизнеса, могу тебе сказать, что никаких разумных причин для инновационной компании оставаться в России не существует. Если ты владеешь английским языком, и у тебя есть какие-то идеи в голове, ты должен сесть на первый самолет и лететь в Силиконовую долину или в Бостон и работать там, или в Израиль, если ты не владеешь английским языком, а владеешь только русским языком. И там будет тебе счастье, тебе очень быстро дадут денег, и ты сможешь реализовать свой проект. Те, которые находятся здесь, в России, их что-то держат. Их держат либо родственники, либо дети, либо, как бы это ни было, вот избито и пошло звучало, патриотизм. А, как бы, отвечая на твой намек, понимаешь, я вот сейчас пытаюсь в студии задать один и тот же вопрос. Почему-то я до него до сих пор не могу получить ответ. Задавал его и правовластным политикам, и оппозиционным, ответ не могу никак получить. Вот, допустим, выходит недавно журнал Forbes, у него рейтинг этих королей госзаказа, да? На первом месте стоит Ротенберг. Ну, популистский, как ты меня сегодня обвинил, идея про то, что друзья Путина, Коператив Озер, это все уже скучно и тошно. Мне может кто-нибудь на руках, в цифрах объяснить, от того, что Ротенберг исполняет госзаказы, сколько теряет или получает страна, что от этого становится неэффективнее в экономике? Вот ты объявил там, что Чеболи, они там, при том, на благе страны, генерал Пакт был кристально честнейшим человеком. Так расскажи мне, значит, противоположная идея это Кооператив Озера, как ты, видимо, намекаешь. Я правильно понял? Абсолютно. Ну, так даже скажи мне с цифрами. Потому что генерал Пакт и... Не хочу про генерал Пакт, хочу про генерала Ротенберга. Вот я тебе объясню, я фразу начну. Значит, южнокорейская система была построена о том, чтобы сделать южнокорейские компании более конкурентоспособными по сравнению с иностранными. На этом все было построено. В России мы, наоборот, финансируем, чтобы наши компании были менее конкурентоспособными по сравнению с иностранными. То есть, примером приведи. Вот я прихожу к господину Ротенбергу, который, беря подряды на строительство, например, автомобильных дорог, строит их по цене в 4 раза выше, чем строится аналогичная автомобильная дорога на Западе. Тоже не работает, потому что считать так тупо... Дело в том, что на Западе другие условия строительства. Нельзя один в один считать. Один в один считать, безусловно, нельзя. Но есть страны со сходными климатическими условиями, сходными почвенными условиями... И сходными транспортными условиями. Транспортные условия здесь абсолютно ни при чем. Почему? Потому что я говорю конкретно по процессу строительства. Процесс строительства может быть осложнен определенной застройкой, определенной существой. Нет, это... Хорошо. Тогда нажали цифру, во сколько нам обходится условный Ротенберг. Ну, я не владею цифрами... На строительстве дороги. Я не владею цифрами, сколько оборотов у Ротенберга, но я говорю, что в среднем строительство автомобильной дороги в России, по моим оценкам, завышено примерно в 4 раза цена. Это я уже после того, как откупать землю там, то есть очистка прав и так далее. Вот непосредственно процесс строительства. То есть, условно говоря, если мы позвали бы немецкую компанию и попросили бы ее построить автобан по строго тому же самому маршруту, то ценник был бы в 4 раза меньше. Это полный бред. Я более тебе скажу, я в свое время вел открытие, с этими, с флагами еще, концессии 0,15 километров Москва-Питер дороги, да, вот этот Химкинский лес. Французы пришли, и что, и где, и где дорога, и какая цена там оказалась? Это все равно Ротенберг, это все равно их консорциум вместе с Da Vinci, который строился, и, соответственно, цена определялась договоренностями товарища Ротенберга. И оттуда она происходила, и эта цена. Я тебе могу привести другой пример. Вот помнишь, при позднем Горбачеве было построено две автотрассы немцами? Одна Москва-Загорск, и другая Москва-Домодедово. Вот я могу сказать, что эти дороги, в отличие от всех остальных российских дорог, во-первых, они простояли без ремонта 10 лет, во-вторых, цена их строительства оказалась ниже, чем цена строительства российских дорог. Потому что это вопрос технологии, это вопрос то, что там есть конкуренция, у нас этой конкуренции нет. И вопрос в том, что там производительность труда примерно в 4 раза выше, это же тоже эти цифры не откуда-то взялись. То есть нужно менять тогда систему госзаказа, я правильно понимаю? Это одна из вещей, кстати. А тогда перечислили, у нас осталось очень мало времени, что сейчас необходимо сделать, включая изменения в систему госзаказа, для того, чтобы инновации в стране заработали. Главное, это государственные приоритеты, это небольшое количество четко поставленных задач, которые государство хочет достигнуть, и выделение денег на эти четко поставленные задачи. Это если говорить про адресное воздействие на инновации, но дальше, конечно, это вопрос среды в целом. Это суды, это полиция, это очень важно. Я сейчас про экономику. А я тебе тоже, ну это все же взаимосвязь, потому что ты можешь начинать инновационную эко-среду строить с экспорта, да. Нет у тебя, допустим, внутреннего потребления внутри страны, ну и хрен с ним. Зато ты можешь экспортировать свою продукцию. Только для этого все равно надо, чтобы люди остались внутри страны. Для этого им надо построить нормальное жилье, в котором бы они жили. И, собственно, Сколково было задумано ровно так. Мы сказали, да, мы не можем перестроить государство в целом. Там по-прежнему будет кооператив озера со всеми вытекающими последствиями. А мы создадим кооператив Сколково. Мы сделаем такую маленькую опричнину, которая будет вот на маленьком кусочке территории. И теми кусочками территории, которые объединятся вокруг Сколково, вот технопарки, там особые экономические зоны. А в них правила будут другие. Вот какой был изначальный план, и очень жалко, что этот план на данный момент находится под таким ударом критики. И плохо, что многие мои союзники, вот по там белоленточному движению, по оппозиции, не понимают того, не верят точнее того, что государство вообще хоть что-нибудь может хорошее сделать. Вот при том, что действительно это очень редкие исключения, но вот этот вот инновационный замах, который был в целом, он был все-таки скорее положительным, чем отрицательным. Но мне не нравится, что ты опять-таки употребляешь слово «был». Ну, потому что есть медицинский факт, который есть сейчас, да, что иммиграция из страны возобновилась и идет сейчас темпами большим, чем она шла до того, при Медведеве. И это очень печально. В гостях у меня был Илья Пономарев, это был Игорь Викторович. Продолжение следует...